ZIP-файл, друзья. Выходные прошли, а значит самое время включиться в работу и поговорить о нашем любимом Линуксе. В рамках моего нового курса администрирования Linux с нуля мы поднимаем серверную ОС на гипервизоре VirtualBox. Однако, наверняка многие зададутся вопросом, каким образом можно создать отдельную загрузочную флешку с Линуксом для последующей установки на реальном железе. Вопрос хороший, а главное актуальный. Ведь не каждая прога справится с такой, на первый взгляд, несложной задачей. Но это, ребятки, только на первый взгляд. Дело в том, что для того, чтобы записать серверную операционную систему CentOS, нам нужна такая программа, которая выудит из ISO-образа файловую систему и не будет носить дистрибутив никаких изменений. Наиболее легкая и при этом интуитивно понятная утилита для записи линуксовских дистрибутивов из-под винды — это Win32DiskMajor. На форумах опытные пингвиноводы советуют навязать флешки вот только ей. Давайте же прислушаемся к бородатым дядькам и попробуем записать образ операционной системы именно с помощью этой проги. Для начала переходим на сайт diskimajor.ru и скачиваем саму программу, кликнув по большущей зеленой кнопке. Дождавшись загрузки, открываем архив на ПК с виндой и внутри ищем файл Win32DiskMajor.instaler. Запускаем экзешник. В первом окне принимаем лицензионное соглашение — Next. Путь установки по дефолту — Next. Next. Отмечаем галочкой «Создать ярлык на рабочем столе». Запускаем процесс инсталляции. И по окончанию снимаем галочку с ViewFriedMe. Жмем Finish. В главном окне программы Diskimajor кликаем по иконке, которая отвечает за путь к образу. Изменяем фильтр внизу. Теперь программа отображает ISOшники. Укажу дистрибутив CentOS 8. Открыть. Открываем рядом окно проводника и проверяем букву носителя, на который собираемся записывать образ. Все совпадает. Отлично. Жмем Write и соглашаемся с предупреждением. Дождавшись успешного завершения записи, нажимаем ОК в появившемся окне Complete. Все. Теперь можно безопасно извлечь нашу флешку. Вставляем ее в компьютер, предназначенный для Linux. И перейдя в Boot-меню, пробуем запуститься с нее. Видим главное окно установщика Linux. Все, господа. Можно переходить непосредственно к установке операционной системы. О том, как наиболее грамотно устанавливать операционную систему Linux CentOS, я более подробно рассказываю в обучающем курсе администрирования Linux с нуля. Там же я рассматриваю подробно базовую настройку сетевых служб. Ссылочка, как обычно, будет в описании. Спасибо за ваше внимание. Не забудьте поставить лайк, если ролик оказался полезным. Но если вы впервые на нашем канале, то обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных роликов по тематике сетевого и системного администрирования. С вами был Денис Курец. Удачи, успехов, стабильного пинга и устойчивых серверов. Изучайте Linux и помните, что ничто не вечно под виндой. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!